то есть он до сих пор вроде со жмелем не постримил хотя договаривались не что-то там и когда я его пригласил на стримы к жмелю он пришел с у нас внутри просто молчал не хочешь брать из с по 1803 по дебати ну ребят пиздеж конечно лютый чё тут еще сказать во первых он меня не приглашал на стрим свой я про кашу говорю ситуация была совершенно иной я сейчас тупо просто переписку вам нашу зачитаю чтоб вообще понимали что было да почему я молчал и так далее вот а то как бы он уже не первый раз эту тему поднимает и как-то ну знаете заебал уже что ли зачем так пиздеть непонятно вот мнение тяжело скажем так короче как было тогда значит никоглай каша жмель стримили вместе да на ютюбе или где-то на ютюбе это было нет и мне пишет спб ну какая же все таки мразь не-не-не он не это написал мне пишет спб и говорит это типа хэш у тебя есть контакты с кашей я хочу залететь к нему на стрим помочь никоглай а то он там один с двумя вот как-то это не честно я такой ну в принципе я могу написать каши спб такой окей давай я пишу я пишу каши не каши мне тогда написала позвал меня а я пишу каши и говорю ку там это спб если что хочет улететь к вам каши отвечает а ты я ему отвечаю я пока занят каша мне пишет 30 онлайна я такой типа думаю чего блять что мне теперь бежать надо если там 30 онлайна я ему говорю просто мне спб пишет а я ванне жопу мою только проснулся каши отвечает а через полчаса сможешь я ему говорю минут через сорок но ненадолго у меня свой стрим но могу ворваться с спб если что с спб каша скидывает ссылку на дискорд вот зайдешь я дам роль только скажи когда зайдешь чтобы я дал роль для входа я ему отвечаю каши спб ссылку могу дать каши отвечает нет только ты зайди я каши отвечаю а спб почему нет нет вилкой глаз или шевцов раз а спб почему нет каши отвечает ток жмиль в бане если что пятый это борщ особенно если пятый крикун я каши отвечаю ну тогда пусть он без меня зайдет сейчас просто не то чтобы хотел залетать это идея спб вообще отвечаю я то есть как бы да я говорю что я не то чтобы хотел на стрим вообще заходить каши у меня спрашивает ты не зайдешь без спб я говорю но я же говорю что спб предложил вместе залететь поэтому да без него я не пойду нет на что каши отвечает ладно уговорил двух приму только вместе когда вы зайдете я пишу идем ну и все и после этого мы зашли на стрим то есть как бы я и не хотел на тот стрим приходить почему я должен был что-то там сидеть и рассказывать понимаете блять как бы я буквально напросился чтобы спб туда закинуть на этот стрим то есть идея заключалась в том что я прихожу с спб а спб так как изъявлял желание туда прийти сидит и начну и делать там свои вещи сады начинает разговаривать а я вот здесь в этой переписке говорю что я-то не хочу к тебе на стрим я это делаю вот я прихожу к тебе только из-за того что спб хочет все блять я и тогда отвечал еще раз отвечаю же переписку читая блять меня никто туда не звал на этот стрим он меня не приглашал этот каша я ему сам написал и сказал что спб хочет на что каша отказался игроки если я с спб приду окей окей почему я нахуй должен приходить что-то еще говорить это во-первых во вторых почему каша и жмиль не задавали мне вопросы что я должен был говорить на что отвечать мне не на что было даже отвечать сидели блять вроде как оба там имеют ко мне претензии но именно на тот момент все претензии куда-то пропали то есть меня забавляет как некоторые там комментаторы да аудитория там жмиля и каши предъявляют не за то что я молчал а ваши ваши стримеры почему молчали то блять почему ваши стримеры мне не сдавали вопросы ебать алё это пиздец короче я не знаю типа вот 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 пожалуйста вот мой ответ собственно говоря поэтому но это пиздеж конечно лютый у меня приглашал куда-то что я молчал типа ну а что мне нужно было говорить если я не особо то и хотел на стрим приходить тировать это вообще я таких людей не часто вижу в общем он со своими особенностями ты потом поймешь про что говорю на федеральный канал вот только и нужно но если у аудитории будет запрос стать да если у аудитории будет запрос в итоге конечно же стас спб не постримит нет вот потому что ну по мнению стаса наверное как бы запроса такого не будет даже если он будет его не будет мы его не заметим так идем дальше договори кису здорово чатку кисуча зафигни тебе донатят пригожим же как он по месте где груши можно поподробнее пожалуйста блять так дальше мне еще накидывали на юрика и кузьму когда те 18 ну блять тут дальше идет хуйня вот это шиза стасянская он одно и то же везде повторяет как только обо мне заходит речь он сразу подключает вот этот пиздеж по поводу политубежище да начинает рассказывать про менеджера про которого я уже тысячу раз блять отвечал что и как вот этот менеджер из 2018 года который блять потом зачем-то рофлил на прилижении многих лет то есть представляете рофлил да он называет рофлом но этот рофл продолжался почему-то аж целых 18 19 даже 4 года 4 года блять ой бля и опять он пришел каши и там эту хуйню разгоняет и там пиздит зачем-то просто пиздеет блять причем не давно уже и так понятно что и как на самом деле да касаемо там этого политубежища ёбаного но продолжает он буквально игнорирует то что я отвечал уже несколько раз и продолжает гнать эту хуйню по поводу политубежище менеджера да то есть зачем я понимаю что надо больше сказать то нечего но может хотя придумай что то ты же эту хуйню придумал почему нельзя придумать что-то новое например непонятно в этом году рекламировали собственно говоря вы знаете что и тогда да и тогда менеджер юлика и кузьмы написал хесосу говорит давай встретимся я собственно говоря от путина хесос встретился его короче менеджер пришел но он не говорил стас я никогда не говорил что он какой-то необычный он менеджер естественно и он занимался рекламой выборов блять на тот момент и этому челу вероятнее всего передавали информацию скажет так через него пытались выйти на тех кто соответственно кудю критиковал этих блогеров вот поэтому мне и передавал всю эту информацию и стас это прекрасно знает прекрасно понимает но причем стас каким-то образом начал дружить с этим челом что самое то забавное дружить с челом который рекламировал выборы в восемнадцатом году то есть по сути у которого есть связи с тем где соответственно ну сами понимаете что крутится вот вся эта реклама правительства и так далее так что вот это конечно очень забавно жене администрации президент если еще хоть слово про юлика и кузьму скажешь про рекламу выборов тебе типа пиздец тебе голову там пробьют и всяко сделают их есть тоже такого не было не говорил что голову пробьют и так далее вообще такой хуйни не было чего ты блять несешь блять снова этот ебучий менеджер чат сколько месяцев прошло с последнего упоминания менеджера похода у стаса ничего нет на старость кроме этого момента да вот в этом-то и прикол блять и он типа еще знаете как бы аргументирует это тем что бля у меня есть переписка об этого менеджера с хесуса переписка блять за двадцатый нахуй год чтобы вы понимали за двадцатый говорит он так вот политубежище получил в двадцатом году нахуй когда еще два года был в россии что ты блять вообще то есть у него ну я не знаю ну это я не знаю как у него самые скажут так очевидные вещи не могут сложиться в голове как дважды два блять он настолько он тупой стас этот на историка блять что просто вот я не знаю как на это еще реагирует и одно и тоже постоянно с испугалась опять рп в gta 5 рп и попросил короче политическое убежище в gta 5 рп на эту тему потому что поверил 23 до 22 года был в рф я до конца 21 года был в рф реально в это поверил хуйню я блять каждый стрим пишу и на хрюлика я тебе могу дашь лапан я тебе могу скинуть прям переписку он короче я не знаю ребят это это конечно смешно блять это конечно блять смешно я балла стаса представили если вдруг когда-то произойдет какое-то чудо путин исчезнет и я смогу вернуться в россию я вернусь в россию соответственно приеду туда хотя опять же да если бы я был по политубежище я бы никогда больше не смог вернуться в россию очевидно вот и тут я вернусь а потом еще обратно в америку верно просто признайся что ты побоялся чеченцев и путина решил съебаться да кстати еще причем что забавно устаться постоянно ну и меняется его вот эта вот история которым придумал то чеченцы то путин то еще кто-то меня там напугал вот то есть непонятно блять кто в итоге то мне напугал стец блять у него много противоречий так понятное дело когда ты здесь блять тебя будет противоречие естеств привет вот собственно говоря ну и все дальше там каши еще про накрутку начал пиздеть в принципе как и обычно я хотя не знаю мне такое ощущение ну может он рофлил так пытался стаса как-то на что-то спровоцировать вот или он реально такой тупой это я сейчас про кашу я ях и з то есть в данной ситуации немного непонятно то есть я надеюсь он просто рофлил ну или он просто вот ну реально дурак нахуй что тут еще сказать можешь решил просто стасу подыграть тут я как бы хэзэ вот не знаю мазела похесишь а нахуй ты мне это скидывает что братан во первых мы это сейчас смотреть не что это любимое имя карина почему девушку мою первую так зоро подожди стоп мы должны сделать паузу то есть у тебя любимое имя любимое имя скончалась не знаю она из беларуси причем тут стал секрет почему она скончалась нет эндокардит инсульт и смерть в таком раннем возрасте на кошмар мне прям неловко сдавать дальше подождя зачем скинул сколько тебе было лет 20 но это немного времени совсем ты уже переехал в москву она жила там а стаж сказал на букву д слово про него но я понял достаточно дебил в учет не знали стас это типа проблема в том что у стата есть такая особенность когда ему начинают рассказывать про того кто стасу неприятен он сразу приходит на какие-то оскорбления пытается как-то задеть обидеть человека вот поэтому воспринимать это всерьез что он стал сказал вот что он такой да это хуйня полный понятное дело что это полная хуйня также как и про меня стас говорит пропалит убежище тоже самое полная хуйня но он же говорит это уже который раз вот здесь то же самое ну ты удивляешься что ритуал стас напиздел понятное дело с какой целью для чего это делается вот для такой вот цели это и делается ладно ребят все давайте тему закроем я как бы просто хотел дать ответ как бы вкратце да и по поводу каши в том числе зачем он пиздит непонятно одно дело стас на другое дело ну каши ну ты-то шой ну ёбан и рот блять ну ёб твою мать реально тебе до сих пор не понятно позиции каши смысле непонятно понятно прекрасно его позиции она неоднозначная чё непонятно вот подивляет ватная ну частично ватная он точно не сетник но немного ватный да это есть такое там касаемо крыма всего остального но у него на самом деле только по крыму скажем так позиция такая за все остальное это у него вроде как и у нас поэтому такая вот хуйня ну ладно ваш фильм гол добра какой добракек блять сука он против спонсирования высу но он против спонсирования как я понимаю любой армии и против он и против того чтобы спонсировали в срф если не ошибаюсь то есть он считает что если ты спонсируешь любую из сторон то тык скажем так за продолжение войны или что-то типа того короче говоря вот хуй знает расскажешь не он реально так думает он же уж миляет говорил он и жмелю предъявлял за то что типа зачем жмель делать сборы отправлять деньги в срф вот какой же ты наивны в смысле блять я вам говорю то что я слышал идиоты нахуй то что нужно миля говорил блять вы просто как бы не слушать и не слышите не смотрите но при этом ходе пишите по такой логике каша за войну ведь он платит налоги в рф и спонсирует тем самым блять нет по по поводу налогов это тейк это полная хуйня в принципе куат каши здрасте здрасте морген тизер дать ссылочку дать ссылочку он прямо говорит что украина должна сдаться что тут не ватна как и есть то то самое ватная в том числе естественно позиция хуйни хуя ли украина должна сдаваться что за бред а почему бы не россии сдаться кстати говоря а если россия сдаться пусть сдается тоже типа зато война закончится почему украина-то должен red пиздобол здорово ребят почему украина должна это делать на украину напали с хуя ли над сдаваться кто напал россия вот пусть россии сдается начала и пусть закончится это все с хуя ли украина должна это делать у нее территория отжимает она сдаваться сейчас должна хуеть конечно вообще бы не сжал данная прожмили шляпник и бучий раз так не хочешь идти на разговор зачем было вообще договариваться может вопрос земелью задашь типа я к землю на стрим схожу а ты иди нахуй я к жмелю пойду а ты нахуй со жмелем мы уже списались лично телеге и все обсудили и как только так сразу у тебя у ебаная не спрашивал когда мне нужно к жмелю идти когда надо тогда и пойду блять забылочку от хуесоса ватного блять спросить он думает что если украина сдаться то будет так же как и в крыму охуенно а да ну ладно не ну я в крыму не был ребят я как бы не знаю я и до того как вы его спиздили не было и после что естественно блять вот предположительно маленький член то есть кого нет я ответил то что он душнит я ему на это ну намекал много-много раз он просто начал меня заебать я говорю братан ты меня утомил и ответил что не маленький член кто да это не были дебаты про меня а про степан снимает ролик какой-то хрен вот типа стас боится произносить мое имя я говорю но раз ты так просишься на стрима в конце прям ролика попросился на стрим я его позвал на стрим все он пришел точнее его даже не позвал он напросился он пришел душнил и был послан на хуй но если тебе чувак будет душни ты не пошлешь его на хуй ну если тех вот просто но не буду говорить то что у него там маленький член либо если это правда откуда вообще остаться знает про то что у штефанова маленький маленький член я вот это не понимаю